Грузовая станция районная, окраина Гродно. При её проектировании и строительстве ещё в советские годы городские постройки находились от объекта железной дороги в нескольких километрах. Со временем город разросся, а 10 лет назад в городскую черту включили ещё и деревню Лапенки, по другую сторону – от железной дороги. И новоиспечённые горожане по улицам Асфальтовая, Лапенковская, Панченко и Экзотическая стали добираться к ближайшим магазинам и остановкам общественного транспорта прямо через железнодорожное полотно. Траектория хоть и кратчайшая, но небезопасная ввиду отсутствия оборудованного пешеходного перехода. Такой есть, но в полукилометре отсюда, по улице Держинского, что делает маршрут в три раза длиннее. Это, по словам местных, неудобно. Поэтому, несмотря на штрафы, они продолжают ходить так, как привыкли. И протоптанная народная тропа тому самое достоверное подтверждение. «Всё-таки обходить очень далеко, там, где сделали пешеходный переход для пешеходов. Конечно, это очень далеко. Даже здесь есть автобусная остановка. Естественно, кто-то бегом сюда идёт». «Штрафуем мы постоянно, но именно на этом объекте, в парке районное, скажем так, сложилась тенденция, что нарушают всё время одни и те же люди, которые здесь проживают, местные жители, в общем-то говоря, которые вынуждены нарушать данные правила прохода ЖД-передходов». Жители микрорайона соглашаются – переходить дорогу по рельсам опасно, но соступить с привычной тропы не готовы. Особенно дети и молодёжь, которые нередко используют железнодорожное полотно в качестве игровой площадки. «Да, проблема есть. Как-то хотелось бы решить этот вопрос. Будем надеяться, что что-то сдвинется с мертвой точки». Вопрос строительства пешеходного перехода на пятом километре парка районной станции Гродно получил широкое обсуждение в апреле прошлого года. «Ежегодно сотрудниками Гродненского ОДТ направляются представления об устранении причин и условий в адрес Барановичского отделения Белорусской железной дороги, а также волковыской дистанции пути, которые должны по просьбам и требованиям сотрудников милиции, а также других органов профилактики обустроить железную дорогу необходимыми конструкциями, в частности, пешеходным переходом». В итоге было решено, что на пятом километре парка районная строительство наземного пешеходного перехода невозможно. Это охраняемая территория предприятия, зона повышенного контроля, вход на которую запрещен. В связи с этим задача работников железной дороги – исключить нахождение людей в непосредственной близости с поездами. «Официально обращения населения к Белорусской железной дороге не было. Было обращение и Гродненского горысполкома, было обращение ОВДТ на транспорте, было обращение управления Гродненского ГАИ насчет того, чтобы сделать пешеходный переход. Есть закон о железнодорожном транспорте, статья 14. Там написано, что производится строительство за счет заинтересованных лиц». Одна из альтернатив – сконструировать более безопасный подземный переход там, где это возможно. То есть на четвертом километре парка, где сходятся железнодорожные пути. Технические условия сотрудники Белорусской железной дороги подготовили. Тема ждет дальнейшего развития и, прежде всего, финансирования. В то время как число нарушителей в Гродно, которые переходят через пути в неположенных местах, не уменьшается. Нарушителей не пугает ни штраф в размере двух базовых величин, никак это не печальная игра со смертью. Тем более, есть правило – железная дорога – зона риска, где нет места беспечности. И тут уже каждый выбирает сам, чем платить – деньгами или собственной жизнью. Вероника Трынкина, Евгений Руселевич, Дмитрий Пастернак. Новости Гродно+.